Вам советую поступать точно так же. Тогда ваш бизнес будет более успешен. Далее. В этом многообразии интернета с чего же начать? То есть часто можно слышать там, а вот побежали на форумы с сетевикой, будем давать объявления. Ну, как вариант можно. Или давайте заниматься там какой-нибудь спам-рассылкой. Или еще же. Или давайте в скайпе будем там вербовать. Или там Васьки, или блог создадим. Ну, короче говоря, вариантов огромное количество. Но еще раз вам говорю. Вы можете этим заниматься, если вы уже профессионал. Если вы хорошо знаете, как работать, как рекрутировать людей. Если вы не профессионал, если у вас еще не получается, например, как у меня, каждый день хотя бы одного человека регистрировать. То тогда вы должны сконцентрироваться в той области, которая максимально эффективна и максимально доступна для новичка. На сегодняшний день такой областью являются социальные сети. Социальные сети. Причем, если говорить о социальных сетях, а это явление последние, скажем так, пять лет стало действительно глобальным в интернете. На сегодняшний день уже более 700 различных социальных сетей, как общих, так и узкопрофессиональных существуют в интернет-сообществе. Более того, они стали настолько массовым явлением, что некоторые люди прямо живут в этих социальных сетях. Там сегодня есть свои виды развлечений, все что угодно в этих соцсетях есть. То есть, соцсеть это просто-напросто готовый поток потребителей. Вот представьте, что вам нужно поставить магазин, не важно, чем он будет заниматься, просто магазин. И вы понимаете, что вам нужен клиент. Так вот, где вы поставите этот магазин? Будете сооружать где-то на окраинах города какое-то там строит новое здание? И потом всеми силами рекламировать и заманивать к себе клиентов? Или просто-напросто выберите где-нибудь в центре города хорошую, уже посещаемую, там, большой какой-то площадку торговую, какой-нибудь торговый там каньон или еще какое-нибудь место. И в этом, на этой торговой площадке поставите свой офис или там свой магазин. Скорее всего, вы сделаете второе. Почему? Потому что этот центральный, уже раскрученный, посещаемый людьми торговый центр, это и есть готовое место, готовый трафик посетителей. Если клиент пришел за одним, то он походит еще рядом по другим магазинам. Так вот, соцсети, это и есть вот эти самые готовые торговые центры, где уже идет миллионный трафик посетителей. Не нужно изобретать велосипед, не нужно строить свои сайты, тем более корявые и кривые. Сайты, которые нужно еще раскручивать, на которых кроме вас никто не ходит. Не нужно этого все делать и тратить уйму времени, тем более вы еще не понимаете, как их раскручивать. Если вы думаете, что вы повесили туда какие-то пару скопипастенных статей и чужих видео, и туда побегут люди, так это далеко не так. Гораздо проще зайти в социальную сеть, раскрученную, популярную, и там создать вашу страницу или вашу группу. Потому что в этих сетях люди всегда ищут что-то новое. Вопрос деньги, заработок, мечты всегда интересуют людей. И естественно, чем их больше, чем их концентрация сильнее, тем больше вероятность, что они и к вам зайдут на вашу страничку. Поэтому социальные группы сегодня – это тема номер один для всех нас. Какие же социальные группы отвечают больше всего нашим интересам? Ну, во-первых, если говорить о вообще мировых, глобальных, если вы хотите строить сеть по всему миру, я вам советую Facebook. Facebook на втором месте, пожалуй, Google+. На втором месте. Но все-таки Facebook – это лидер номер один во всем мире. Включая, кстати, и русскоязычный, потому что, несмотря на то, что пока технически в русскоязычном сегменте преобладают пользователи на ВКонтакте и в Одноклассниках, но нужно сказать, что большинство людей, то, что называется, с кошельком, большинство людей, таких серьезных, вменяемых, они так или иначе присутствуют на Facebook. Кроме того, ВКонтакте – это сеть больше молодежная. То есть я бы ее рекомендовал для тех, кому, скажем так, кто младше 25. А вот для всех, кто старше 25, я рекомендую Facebook, потому что Facebook – это очень удобная, очень грамотная, продуманная социальная система, в которой вы можете поставить вашу страничку, создать вашу группу и очень эффективно ей пользоваться. Это первое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прожу прощения, такие технические сбои. Пожалуйста, поставьте плюс, если меня слышите в чате. Окей, благодарю. Это самая эффективная по своей результативности связка двух социальных сетей. Я вам буду давать некоторые примеры роликов, которые работают. Если вдруг будут какие-то зависания или технические неполадки, то, к сожалению, это не от меня зависит. Я буду на всякий случай давать еще ссылки в чате, чтобы вы могли сами самостоятельно потом посмотреть эти ролики. И посмотреть те примеры, которые я вам говорю. Значит, один из примеров... Ну, начну, естественно, как говорится, с себя. Один из примеров того, как создать страничку такого сообщества в Фейсбуке, это то сообщество, которое организовал я. Назвал его kipi.ru. И вот по этому адресу, который у вас сейчас на экране, вы сможете зайти и посмотреть, как там все происходит. Сможете подписаться на различные новости, на различные обновления в этом сообществе. И по его аналогии, вы можете создать такую же свою страничку и, в принципе, копировать, брать все необходимые инструменты, которые вам нужны. И плюс, естественно, добавлять свои. Значит, дальше. И для того, чтобы, опять же, второе связующее звено это YouTube, то группа, которую, точнее, канал, который я организовал в YouTube, вы найдете вот по такому адресу, который вот голубым цветом у вас со страницы здесь опубликован. И тоже по этой же аналогии вы можете себе создавать такие же каналы. Но я не хочу сказать, что мои примеры это вот прямо идеальные и самые лучшие. Нет, естественно, каждый из вас может создать свою и сделать его гораздо еще интереснее. Я хочу вам показать несколько примеров наших уже ребят, которые за эти пять дней, как я ее назвал, кипер-революции, создали свои каналы, свои интересные ролики и сегодня активно привлекают людей через эти ролики. Вот пока на экране у вас сейчас будет список некоторых из них, сразу говорю, это всего лишь небольшая часть. Возможно, я кого-то здесь не упомянул, возможно, далеко, конечно, не всех. Это как бы те, которые вот больше всего попались мне на глаза. Я хочу вам показать несколько примеров этих роликов, чтобы вы убедились, как они работают. Значит, и про каждый я, естественно, немножко расскажу, чтобы вы понимали, в чем суть, в чем особенности работы того или иного ролика, на какие цели, на какую аудиторию он работает. Значит, вот первый пример в этой строчке – это ролики, созданные одним из наших коллег Алексеем, он по профессии адвокат. Значит, этот человек просто-напросто использовал свои знания для того, чтобы просвещать людей по различным вопросам юридического характера. В частности, сначала он сделал несколько роликов о том, что, например, ждет, угрожает тем или иным участникам пирамид. Для чего он вообще эти ролики сделал? Дело в том, что эта общая, казалось бы, такая информация привлекает внимание многих людей. Ведь не секрет, что миллионы россиян, да и не только россиян, там украинцев, белорусов, казахов, миллионы людей в мире так или иначе участвуют в разных пирамидах. Так вот, Алексей в данном случае создал канал, на котором объясняет те опасности, которые подстерегают участника пирамиды с точки зрения законодательства. И что самое важное, в конце своего ролика он приводит простую фразу, что если вы хотите легальную деятельность, если вы хотите осуществлять мечты с помощью легальных инструментов, то для этого есть сообщество Кипи и, соответственно, дает в конце свою ссылку со своим промокодом. То есть, к нему начинает поступать сначала поток людей, которые просто интересуются темой этих юридических знаний, а вслед за ним рано или поздно они начинают интересоваться, что же такое Кипи и, как говорится, с чем его идя. То есть, вот такой вот мостик из интереса, в котором человек использует свои профессиональные знания. Но, вы скажете, а что делать, если я не адвокат, да, если я там, допустим, человек, который далек от каких-то таких вопросов, я вам отвечу, да ничего страшного в этом нет. У каждого из нас, если хоть чуть-чуть приложить умение и смекалку, есть что сказать другим людям. Причем это касается как профессии, так и хобби. Ну, например, я вам приведу несколько примеров, здесь их нет в этих ссылках, но я приведу, может быть, они вам пригодятся в будущем. Например, вы любите и разбираетесь, ну, допустим, в собаках, в кошках, неважно что. Таких же, как и вы, любители собак и кошек, существуют миллионы людей. Создайте свой канал, свои видеоролики снимайте, например, по уходу за собакой, той или иной порой, или кошке. А в конце, в конце вашего ролика просто говорите, что, кроме того, я участвую еще в содружестве Кипи, и таким образом спокойно зарабатываю деньги и осуществляю свои мечты. Таким образом, я могу себе позволить, допустим, содержать различные породы кошки или собаки. То есть, всегда любую тему можно увязать с тем, чем вы сейчас занимаетесь, в данном случае Кипи. Это касается и, например, если у вас есть знания в области, да не знаю чего, например, там, той же кулинарии, или вязания, там, крючков, или воспитания детей, да все что угодно может быть примером для создания видео. Еще раз хочу сказать, что ролик, который вы создаете, он может быть непрофессиональный, он может быть очень примитивный. Вы можете давать там минимум информации. Но, кстати, и по времени этот ролик не должен быть длинным, 2-3 минуты от силы. Но задача ролика просто привлечь внимание, зацепить человека, как крючком, чтобы в дальнейшем, в конце, по итогам вашего ролика, он увидел ссылку, промо-ссылку на ваш вход в ваш кабинет. Если у кого-то и таких знаний нету, да, например, ну, нет у вас такой информации, то вы можете воспользоваться другим приемом. Вы можете просто снимать видео с самим собой любимым, например, как это делает, вот у нас есть ребята, очень хорошо это делают, Андрей из Германии. Сейчас найду его ролик и дам вам ссылку. Он снял ролик о том, как он получил первые деньги в скипе и уже первую свою мечту реализовал. Вот, пожалуйста, тоже пример. Просто-напросто человек, не мудрствуя лукаво, снимает ролик о себе любимом. Или еще один пример, допустим, вот страничка Константина, где он рассказывает просто-напросто, скорее всего, на самый простой мобильный телефон, потому что качество записи очень простенькое. На самый простой мобильный телефон он снимает ролик о том, что кипи дает возможность реализовать его детские мечты. При этом он смешно очень качается там на детской качельке и просто рассказывает вот какие-то свои простые обыденные вещи обычным простым языком. Или еще пример, тоже мне очень понравился пример Максима, когда он рассказывает о том, что одна из его мечт или мечтаний, как это правильно по-русски, это трактор. Даже, по-моему, два трактора он там рассказывает. Вот пример на ролик о том, опять же, принцип очень простой, снято самыми примитивными средствами, без всякого профессионализма. Просто человек на камеру говорит о своей мечте, рассказывает, что его интересует. Или еще вариант, когда вот Владимир пошел, еще один хитрый ход сделал. Он просто рассказывает, как пользоваться нашим кабинетом. Вот ссылка, когда он рассказывает, как пользоваться кабинетом и каким образом, допустим, выводить, получать ваши мечты. Если вы разбираетесь немножко в каких-то компьютерных технологиях, если вы разбираетесь немножко в видео, вы можете создать более профессиональный ролик. Вот как сделал Михаил. То есть он просто-напросто взял чей-то ролик, переоборудовал его, оснастил титрами и сделал ролик о том, что даже Киви, который не летает, может научиться летать, если приложит часть своего труда. И таким образом даже Киви с помощью Кипи осуществляет свою мечту. То есть есть много-много разных способов. Я хочу вам это просто показать, чтобы вы не думали, что, как говорится, боги горшки обжигают. Много-много разных способов. Вот, кстати, еще одна страничка человека, который создал канал и просто собирает там интересные видеоролики. И таким образом притягивает к себе посетителей. Главное, помните, что под каждым вашим роликом, который вы создаете на YouTube, должна стоять информация о вас. Если вы не умеете вписывать эту информацию в сам ролик, тогда просто, когда вы ролик загружаете, там есть описание ролика, description, или по-русски описание. В этом описании напишите одну строчку. Регистрируйтесь ко мне и вашу ссылку. Все. И забудьте, кстати, теги добавить. Под видео есть теги. Теги, по которым лучше идет поиск. Кстати, для тех, кто пишет видео, хочу раскрыть маленькие секреты. Как сделать, чтобы вас чаще находили. Есть три пункта у видеороликов, три пункта, которые вызывают приток, усиленный приток просмотров. Значит, первый пункт – это заглавие ролика. Заголовок или тайтл, как он называется по-английски, это важнейший элемент в ролике. Никогда не пишите там обы что. Тайтл, заголовок ролика – это самый главный момент, по которому идет поиск. Поэтому в тайтле должны присутствовать те слова, которые чаще всего ищет потребитель. Деньги, мечта, заработок, осуществление мечты, ваши доходы, халява. То есть различные слова, которые вы можете использовать. Кстати, слово «типи» тоже сейчас будет повышенной пользоваться популярностью. Потому что чем больше нас будет появляться, тем больше нашей информации, тем больше людей будет вокруг искать эту информацию. Что ж такое «типи»? Потому что перед этим человеком скажет «да», он пойдет и поищет, и найдет всякие запросы, сделает. Поэтому тоже обязательно используйте это в заголовке. На втором месте по важности – это описание вашего видео. В описании вы можете вставлять порядка 300 знаков, то есть это где-то 10-15 слов, которые очень хорошо индексируются поисковыми машинами. В первую очередь они индексируются самим YouTube, а во вторую очередь поисковиками типа Google, Yahoo и подобное. Так вот, в описании обязательно тоже пишите о чем ролик. Не надо пропускать эти важные моменты. И третий элемент в поиске важный – это так называемые теги. Или метки их еще называют. То есть, используя все эти три элемента – заголовок, описание и теги, вы усиливаете привлечение внимания к вашему видео. Это касается всех видеохостингов, не только YouTube, это касается и всех русскоязычных, там, Routube, Яндекс.Видео и всех прочих. Более того, я вам рекомендую свои видео закачивать на различные видеохостинги. Потому что не все ходят в YouTube, как вы понимаете. Есть люди, которые ходят в Routube, в Rambler.Видео, в Яндекс.Видео, в Mail.Ru.Видео и так далее. Везде, где только можно, закачивайте ваши ролики. Этот принцип я называю принцип «кобеля». То есть, когда кобель идет по улице, он под каждым деревом, под каждым столбом поднимает ногу. Для чего? Он метит территорию. Ну, покажет, что он здесь хозяин. Так вот, наша задача, вот, использовать этот принцип «кобеля». Везде, где вы появились, везде поставьте свой ролик или ссылку на этот ролик. Обязательно. И тогда вы это всюду будете собирать трафик. И тогда ежедневно у вас будут новые регистрации, постоянно будет приток новых людей. И тогда вопрос, где мне брать человека, и кто мне завтра обеспечит мою мечту, у вас вообще прекратится вообще стоять на повестке дня. Используйте метод «кобеля», и будет у вас, как говорится, в жизни все в шоколаде. Еще один момент. Этот момент касается того, что когда вы начинаете вести какие-то свои группы, ну, например, в том же Фейсбуке. Когда вы создаете группу в Фейсбуке, или же создаете под нее какие-то тексты, или пишете видео, или еще что-то, обязательно помните о таком важном факторе, как целевая аудитория. Ц.А. Целевая аудитория – это очень важный момент. Потому что люди разного возраста, разных профессий, разной ментальности, разного пола ведут себя по-разному. Им важны разные вещи. Ну вот, к примеру, что важно, например, подростку в 14 лет? Разве он думает, там, о благополучии своей семьи? Разве он думает о том, как обеспечить, там, свою семью, своих детей хлебом насущным, или еще о чем-то? Да нет, конечно. Он думает о том, каким образом, допустим, там, отлынить от школы, или сходить на дискотеку, или как умудриться, там, у папы с мамой выключить денег на айфон. Ну, то есть, у него совершенно другие мысли, чем, скажем, у человека в 25 лет, или тем более в 35 лет, или в 40 и выше. Да? То есть, я хочу сказать, что в разном возрасте, у разных людей, у людей разных профессий, есть разные интересы. Соответственно, когда вы создаете ваш канал, то лучше всего ориентироваться на некую целевую аудиторию. Самое простое, это ориентироваться на аудиторию вашего возраста. То есть, вот что интересно вам, то, скорее всего, будет интересно еще многим-многим людям, вот, вашего возраста, вашей профессии, на вашего пола. Поэтому, создавая какие-то тексты в том же Ютубе, подбирая их, видео в Ютубе, или тексты в Фейсбуке, когда вы их подбираете, старайтесь ориентироваться на интересы вашей целевой группы, целевой аудитории. Потому что, если вы начнете разбрасываться немножко оттуда, немножко оттуда, то опять наступит вариант сельпо, хлеб-носки. И вас ни те, ни другие не поймут. Еще раз повторяю, концентрат, запомните, стопроцентный томатный сок всегда лучше сока разбавленного. Он всегда концентрированнее и вкуснее. Поэтому обязательно учитывайте интересы той целевой аудитории, на которую вы нацелились. Сделайте такой маленький для себя анализ, напишите, выпишите, что интересно мне, что интересно людям моего возраста, что интересно людям моей профессии. Напишите несколько ответов на эти вопросы, и вы поймете, какие материалы вам нужно подбирать в вашу группу, например, в том же Фейсбуке. Дальше. Важнейший элемент, который нам нужно создать, неважно, наша ли эта группа, или мы в чужую пришли, это элемент доверия. Доверие – это самый один из ключевых вопросов. Это тот ключик золотой, который открывает любые двери. Система наша – это система доверительных отношений. Типи строится на доверии. Поэтому не надо врать людям о том, чего нету. Не надо врать и придумывать всякие сказки о каких-то баснословных процентах. Вообще, мой вам совет – не говорите это о цифрах. Цифры, проценты, прочее оставьте мавродик. Это он там из головы вытаскивает какие-то цифры и жонглирует ими, как цыган солнца. Почему 30, а не 40? А может, 80 нужно дать, а может, и 10 много. Это все, знаете, это все жонглерство. Не нужно говорить ни о цифрах, ни о конкретных суммах. Наша система построена на мечте. Мечта. Вот о чем нужно говорить человеку. У каждого человека своя мечта. У кого-то мечта может стоить 100 долларов, а у кого-то 100 миллионов долларов. Если вы начнете говорить про цифры, то кому-то это будет неинтересно. А кто-то не поверит, что такое вообще может быть. Поэтому говорите о мечте. Пусть каждый мечтает о том, что ему интересно. Вот человеку задайте один вопрос. У тебя есть мечта? Есть что-то, о чем ты мечтаешь в своей жизни? Есть нечто, что ты еще не реализовал, не получил в своей жизни? Мечта у тебя есть? Вот наше сообщество, Кипи, поможет тебе реализовать мечту. Как? Пошли расскажу. Вот тебе ссылка на сайт, заходи, почитай. Почитаюсь, потом поговорим. Все. Не надо проценты, не надо там деньги, не надо 100, 200, 300 долларов. Это все вчерашний день. Скажите про мечту. Я вас уверяю, если вы искренне скажете человеку без фальши про его мечту, он вам поверит и пойдет за вами на край света. Потому что мечта – это то, ради чего мы готовы преодолеть любые преграды. Я вам приведу простой пример. Для тех, кто это в жизни прочувствовал, он поймет. Когда вы ухаживали за мужчиной, к примеру, когда вы ухаживали за своей женщиной. И мечтали увидеть ее рядом с собой в том или ином виде. Вы что, тут думали про деньги? Или вы сидели, подсчитывали, сколько там долларов она обойдется? Нет. Вы шли на пролом, как дикий бизон к своей мечте. И вас ничто не могло остановить. Ни букеты цветов за баснословные последние деньги, да, среди зимы, там, ни какие-то там еще другие вещи. Ничто не могло остановить, потому что это была ваша мечта. Когда мы чего-то по-настоящему хотим, нас не интересует цена. Мы этого хотим и идем и добиваемся. Поэтому прекратите говорить о каких-то мелких каких-то процентах и деньгах. У нас, мы выше этого, у нас сверхсистема, у нас содружество людей, которые воплощают мечты. Вот как это не пафосно звучит, но мы круче, чем любой Гарри Поттер. Вот на самом деле это факт. Вот поставьте себе это, поймите, начните применять и поймете, как это здорово работает. Выбросьте из головы всякую ерунду, типа процентов и прочего и так далее. И просто рассказайте людям о мечте. А все, что нужно, они прочитают на сайте. А что не прочитают, не поймут, вам зададут. А если вы не сможете ответить, есть чаты. В конце концов, есть вебинары, которые время от времени проводятся. Надеюсь, сейчас будут они проводиться более регулярно. Итак, доверие, доверие и доверие. Система доверительных отношений. А для этого нужно говорить о мечте, а не каких-то там пошлых деньгах и процентах. И когда вы делаете первый контакт с человеком, то ваша задача, так называемая триединая задача, вы должны с ним просто познакомиться, каким-то образом подружиться, ну подружиться, например, завести какие-то общие цели, общие разговоры. И тем самым перекинул человеку так называемый симптомный мостик, то есть создать мостик доверия. Показать человеку, что вы заинтересованы выполнить его мечту. А почему? Потому что при этом исполняется ваша мечта. Очень все просто. Мы звенья одной цепи. Мечта исполняется у вашего участника, тем самым исполняется и ваша мечта. Вот оно где зацепка. Вот в чем интерес вашего привода новых людей. Не в том, что вы получите лишних там 10% реферальных. Выбросьте эту пошлятину 10% из головы. Вы исполняете вашу мечту. А для того, чтобы она исполнилась, вам нужно привести как можно больше людей, и чтобы они исполнили свои мечты. Вот в чем наше доверие друг к другу. А не в этих пошлых процентах или там каких-то долларов. Исполняя мечты друг друга, мы исполняем свои мечты. Вот это и нужно делать. Когда вы создаете что-то в вашей группе, в вашей группе, например, в том же Фейсбуке, ваша задача, она тоже достаточно проста. Вы должны все время добавлять новые материалы, то есть что-то создавать. Это могут быть текстовые, могут быть какие-то видео, могут быть интервью с другими участниками системы. Вот не поленитесь и возьмите интервью, например, у вашего руководителя. Через скайп, аудиоинтервью, через по телефону, как угодно. Поговорите с другими людьми, задавайте вопросы. Из этих вопросов создавайте какие-то коллажи. Сделайте, в конце концов, коллаж своей мечты. То есть приклейте на стенку ватман бумаги и вырежьте те фотографии, о чем мечтаете вы. Не цифры пошлые смотрите, а мечты, о которых вы реально мечтаете. Вот это вот все используйте в вашей группе. Таким образом, следующим шагом вам нужно будет другим рассказывать об этом. То есть вовлекать их в этот процесс. И когда они приходят, обсуждать этот процесс. Обсуждать новости, обсуждать видео, обсуждать мечты и так далее. То есть достаточно простые действия. Ну скажите мне, кто тут из присутствующих не может это делать? Кто не может вот так пошагово выполнять такие простые вещи? Когда все разжевано, когда все, как говорится, на полочках лежит, показаны примеры, остается только взять и повторить, скопировать. Я же не призываю вас стать Леонардо да Винчи. Я вам предлагаю просто копировать чужие действия. Все. Если вы даже не смогли создать чужую, свою группу, да, не знаете, чем мне делать, возьмите, зайдите для начала в чужую группу. Ну, например, вот ко мне на фейсбуке присоединитесь и посмотрите, как там все работает. Для этого вам в любой группе нужно зарегистрироваться, присмотреться, что происходит, там кто, там что, где пишет, кто, где говорит. Начать знакомиться с людьми. Ведь в соцсетях очень легко дожать, типа позвать человека в друзья, в контакты. Познакомиться с людьми, да, присоединиться к какому-то разговору. Вот видите, обсуждение идет, какой-то тема или видео. Начните тоже, да, обсуждать его. А когда вы начнете высказывать много своих мнений, и когда вас люди в этой группе заметят, вы автоматически станете тут авторитетом. Или же в наших чатах, посмотрите, что происходит. Вот все, кто хотят общаться и тренироваться, в наших чатах действительно тренируются, отрабатывают навыки письма и речи. Не рыдают платок, там, о каких-то, ах, вот он подлец, обещал жениться, а потому я с ним на сеновал пошла. А теперь он не женится, и если бы я знала, я бы ему не давала. Вот такие разговоры я слышу сплошь и рядом всю эту неделю. Да кому они интересны? Начните тренироваться, правильно делать промоушены, правильно рекрутировать людей. И вы посмотрите, что на самом деле это просто работает, это эффективно. И вместо вашего плача начните осуществлять мечты, в конце концов. Ну и важно еще помнить некоторые моменты. Важно помнить, что всегда вы должны быть интересными, то есть приводить факты, ссылки. Если вас критикуют, то не надо отвечать сам дурак, да, или там писать там, ну, всякий набор известных русских слов. Потому что от этого вы только свое бессилие показываете. Знаете, когда вы на человека выливаете кучу дряни, причем ругательствами, вы просто бессильны и смешны. Смешны и толку. А вот если вы конструктивно отвечаете на критику, приводите некие аргументы, даете ссылки, вот тогда, как говорится, вам респект и почет. Еще очень важно, научитесь писать коротко. Вот не случайно Чехов говорил, что краткость сестра таланта. Коротко. Это касается, кстати, всего. В первую очередь обращение в техпомощь. Вот я, когда иногда мне присылают письма, просят помочь, там техпомощь не отвечает, и присылают письма, мне хочется рыдать. Понимаете, рыдать. Потому что там все, что угодно в этих письмах. Трагедию Достоевского можно прочитать, кроме фактов, что, собственно, произошло. Коротко напишите ник, имейл, и что нужно сделать. Нет, описывают какие-то романы с продолжениями. Вот то же самое, научитесь везде писать коротко и по делу, чтобы люди понимали, что вы хотите. Сложно подчиненные длинные предложения не нужны. В интернете их не читают. Много букв, знаете, как молодежь говорит? Много букв. И все, и читать дальше незачем. Пишите коротко, четко, точно и по делу. И, естественно, пишите грамотно и по-русски, без всяких там выдуманных слов и сленга. Потому что, опять же, читать человека, который пишет неграмотно, крайне-крайне сложно. Вот вы же не случайно заметили ошибки, да, на сайте? Да, есть ошибки. Их, правда, сейчас корректор будет испроводить, но все равно режут глаз. Так вот и то же самое. В нашей речи, когда мы пишем, пользуйтесь, если вы в чате пишете, в скайпе там всегда есть функция редактировать. Отредактируйте вашу речь. Укоротите ее, уточните, поставьте запятые и так далее. Но будьте грамотными, а не, как это говорится, албанскими языковедными. Ну и, само собой, такое классическое правило. Не используйте, пожалуйста, прописные буквы. Есть такой интернет, на этикет, так называемый. Кто хочет, наберите это слово, на этикет. И увидите много-много информации. Так вот, согласно на этикету, прописные заглавные буквы означает крик, визг. Когда вы пишете прописными буквами заглавными, это означает, что вы визжите. Не надо в сообществе визжать. Достаточно четко, точно выразить мысль, вас поймут. А визжать не нужно. Вы можете одно слово написать, там два предложения выделить, но никак не все предложение. Не надо орать. Мы все хорошо слышим. Если вы все это исполнили, если вы все это услышали, и самое главное, если вы начнете все это делать, то ваша кипи жизнь удастся. Ваши кипи мечты осуществляться. И все в вашей жизни будет кипи. Я вам всем желаю добра, счастья, здоровья. Как я и обещал, час прошел. Я заканчиваю этот вебинар. Всем всего доброго. Исполняйте, делайте то, что я вам говорил. Всего хорошего. До встречи на следующих вебинарах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok